всем привет продолжение выпусков про глс черный значит смотрите теперь я вам покажу его сбоку в летней резине насколько маленькое происшествие произошло вот видите такие диски диски ничего так в принципе хотел этот контур мне не нравится я взял бы конечно следующее но так сложилось что думал что будет лучше ездить вы ездите а лучше не стала лишь удобно ездить ну залазить по бордюрам вот так вот он выглядит метод 2 чп произошло 1 чп это мне стукнули сзади бампер сейчас вам покажу значит что мне поменяли мне поменяли вот эту накладку вот эту накладку она кстати идет в цвет завода и вот эту хрень что тут есть один минус в этой ситуации значит вот это вот это парктроник тоже поменяли за если бы был бы сильный удар то то за это в этой части стоит у нас это блю как называемый то что то есть откроется у нас это хрень который заливает надо обязательно в дизеле тоже дурацкая хрень и если вы вам бы сильный удар пришелся в правую сторону сзади то закончилось тем что вам бы пришлось бы соответственно заморачиваться с отблю точнее машина просто вылился бблю машина стал в аварийный режим еще еще у меня сломался двигатель ехая ехал я по этой трассе в аэропорт человека провожал проводил все нормально уезжая у меня мощность пропала двигателя звону в сервис говорит чуваки блин так и так пропала мощность едешь даешь он как будто из 300 лошадей осталось стой и они такие блин вообще как будто набухались но не суть значит я они говорят ну блин остановись заведи пройдет не пройдет ну попробовал не прошло доехал у меня надо было доехать до солнечногорска игру не заглушил как раз там сделал кое-какие дела по работе думаю надо ехать короче все в сервис звоню им опять игры парни игру все короче она все равно не едет ей ничего не помогает я щас приеду он говорит ну ты езжай только имею ввиду если тебя загорится все красным да ну то бишь сначала загорается знаете к сначала желтым типа у вас там я не знаю чек загорелся чекается не показать что машина глушите все вот если он желтым горит то не страшно а ну как страшно конечно но не настолько а если красным то все жопа лучше вообще дальше никуда не ехать таки да я позвонил г то есть и красным чего не горит уехать потихоньку не торопись соответственно что загорелась я сейчас вставочку сделаю с телефона маленькую вот был еще сильный дождь в тот день но как бы я доехал на улице вообще кайфовая погода идет сильный дождь я быстрее менять но не потому что я не могу ехать а потому что у меня кажется машина сдохла короче не разгоняется потихонечку едем в сервис и тут реально гроза гроза ладно надеюсь она доедет так вот приехав в сервис как выяснилось такая такой нюанс во первых мне сделали диагностику прямо по телефону мне сказали что ну мы скорее все знаем что у тебя сломалась я говорю да классный автомобиль значит они как мы сейчас диагностику сделаем если это надолго а это скорее всего надолго где-то на месяц дайте мне хотя бы что-то подменные как раз таки я ездил на ешке который вам видео снимал вот предыдущие что происходит сейчас я вам покажу заказ наряду он там большой конечно но самое главное будет понятно вот заказ на ряд и в нем что происходит значит накрывается масляный насос вот с интегрированным вакуумным насосом заменить крышка грм снять и после этого вас начинается куча разных этих операций которые происходят это независимо от вот когда этот накрывается насосом вас вытаскивать двигатель для того чтобы решить эту проблему и вот соответственно вот это все это один заказ на ряд по ремонту автомобиля вот я буду медленно вести если интересно это все что с автомобилем делать здесь по моему 11 страниц 11 понимаете 11 страниц того что с ней сделали но главное то что вытаскивали двигатель вот уже запчасти пошли на так вот это все запчасти запчасти и весь смысл в том что за месяц там как бы даже очередь не из того что машина там долго собирается она кстати неделю стояла на стапеле вытаскивали двигатель три недели три недели заняло то что привезли запчасти и была очередь на них и они сказали что до бензиновый автомобиль был бы лучше на самом деле было бы все намного лучше всего прошло более спокойно более лайтовом режиме чем дизель вот этот дизель у нее есть такая проблема если что порадовали что пока автомобиль после так скажем ремонта не возвращаясь ремонт был по гарантии цена вопросы если вы допустим уже гарантия закончилась у вас составит приблизительно около полмиллиона рублей если быть точным 490 тысяч рублей с каким-то копейками так что имейте ввиду что вот так вот иметь глаз и если с ним что-то пойдет не так вот обойдется вот такой вот ремонт а так машина конечно неплохая но я бы конечно попробовал прокатиться все-таки на бензиновой версии где есть электромотор там 22 силы вот он интересно говорят ездит и вообще интересен в принципе ну вот таких два момента произошли вот машин я вчера забрал из сервиса как раз меняли бампер это был другой сервис обслуживаю я ее в mercedes официального дилера при этом представительстве mercedes на ленинград а так вот все классно кстати машина вклеена в пленку вот как показывает практика используем пленочки я хочу вам сказать что в принципе она лучше выглядит чем та ешка на которой я ездил царапка появилась но это ладно как бы пленка рулит и лишь у нас черной машине очень жарко я думаю что я еще месяца два-три на ней поезжу и уже скорее все это последнее видео про не если конечно с ней ничего больше не произойдет и и ее отгонят на какое другое производство там будет кто-нибудь на ней ездить так что вот так вот ладненько все до новых встреч подписывайтесь на instagram вот такая цена информация для людей кто соберется покупать gls 400 дизель он 400 400 все пока пока до встречи